Приветствую каждого ряка от овощи до статиста на моем канале, с вами Зав и у нас начался сезон 1. Пока что он начался только на Ру-регионе, на Евро-регионе он еще не начался, но тем не менее на Евро-регионе уже продаются товары, которые посвящены ретро-топии. Поэтому мы обязательно это все дело посмотрим, также обсудим боевой пропуск и обсудим маленький ивент, который уже посвятили этому сезону 1. Сезон 1, кстати, называется ретро-топия и маленький ивент, который посвятили этому сезону 1, тоже называется ретро-топия. Перед началом видео обязательно поставьте лайк, потому что я расскажу вам много интересного, сколько вам нужно будет играть, что у нас там в боевом пропуске и так далее. Да и вообще, стоит ли покупать боевой пропуск? В общем, ставьте лайк, а я начинаю. Начнем с сезона 1. Значит, сезон 1 это, собственно говоря, трехмесячный ивент, в котором вы можете получить три танка. Три танка, которые нужно прокачивать. Само собой, стоковые модули это полное говно. Я даже не представляю, как на стоковых модулях будут играться эти танки. Скорее всего, будут играться примерно так же, как мы выкачиваем стоковую технику. Только это коллекционки. Это ж надо было придумать кататься на стоковой технике только в качестве подарка к ивенту. Ну ладно, когда-нибудь вы все равно дойдете до топового состояния. Я надеюсь, что у многих это получится. В общем, есть три танка. Есть магнат, есть фиксер и есть регрессор. Сейчас немножко отойдем в сторону. Я чуть-чуть объясню то, что я думаю по поводу всего этого сезона 1. То есть, свои мыслишки, так сказать, расскажу. А потом мы вернемся уже и будем разговаривать про цифры. Значит, касательно магната, это такой прогрессивный супертанк. То есть, видно, что все светится, все белым-бело, все сияет. Здесь территория прогресса. И первый боевой пропуск, который сейчас вот вышел, он посвящен тоже прогрессу. То есть, все замечательно. Как только мы дойдем до фиксера, то есть, это, считайте, вторая половина сезона, это будет июль. Там же выйдет какой-то боевой пропуск. И, как вы видите, здесь уже открывается темная сторона города. То есть, какой-то пожар, где-то тут что-то ломается, роботы не починены, да, тут светильник плохо работает, мусорка какая-то стоит. Что-то нехорошее. И когда мы дойдем уже до самого противного танка, да, самый противный танк это регрессор, тут уже все прям капитально плохо. Все горит, все разрушено. В принципе, регресс это антоним прогресса, то есть, это противоположность прогресса. Купол пробит, падают дирижабли, дома разрушены. Однозначно, какой-то будет антагонист, который все превратит в руины. Всю эту утопию, которая у нас сейчас происходит, которая вот началась в июне, да, она превратится в августе в какое-то ничто. Ну, мы посмотрим, как это будет происходить. Скорее всего, разработчики задумали это как какую-то интересную историю, но увидим, увидим. А сейчас возвращаемся в светлое будущее, в светлую утопию. И что же у нас за танк магнат? Магнат, на самом деле, ничего из себя не представляет. То есть, такой средненький, ничем не примечательный танчеус. Когда вы будете ставить модули, вы не будете никак внешне изменять танк. То есть, вообще не будет отличия от того, что у вас стоковый магнат или топовый магнат. Это можно будет понять только, когда вы будете стрелять по противникам, или противники будут банально перестреливаться с вами. Однозначно, нужно все модули качать, иначе играть на танке будет практически невозможно. Стоковая техника, это всегда полное дерьмо. Если, тем более, есть какие-то топовые модули, однозначно хочется их поставить. Для того, чтобы полностью прокачать магната, вам понадобится 12200 киткоинов. Дальше у нас идет фиксер. Фиксер уже получше. То есть, если вы получите фиксер, то, считайте, вам повезло. Но, однозначно, фиксера тоже нужно довести до топового состояния. Потому что, в токовом состоянии, это что-то хуже, чем Супер Перш. И, в принципе, он напоминает Супер Перша. То, что разработчики сказали, что он не Супер Перш, это на самом деле и Лабуда. На самом деле, он действительно Супер Перш. Чтобы довести фиксера до топового состояния, вместе с магнатом, естественно, потому что они открываются по очереди, вам понадобится уже 37 050 киткоинов. Ну и последний танк, самый лучший, на мой взгляд, это Регрессор. У Регрессора есть механика боевой стабилизации. То есть, она перекочевала с новой ветки Чехословакии, да. Но, к сожалению, у этого танка отсутствуют сердечники. То есть, сердечниками вы больше не побалуетесь. Хотя, тем не менее, напоминает танк явно 50 ТП Тышкевича. В принципе, он даже получше будет, чем 50 ТП Тышкевича. Я как-то раз сталкивался с ним в открытом бою. Его как раз обкатывал ежевика Эвил Блэкберри. И мне показался танк весьма и весьма мощным. То есть, действительно, достойная машина на 9 уровне. Я думаю, что он будет показывать себя очень даже неплохо. Но до него доберутся явно не все. И в основном доберутся те, кто много задонатит. Чтобы открыть уже Регрессор, вам понадобится 78 000 киткоинов. Окей. Чтобы получить киткоины, есть вот кнопочка «Как получить киткоины». Сюда вписали «Боевой пропуск операции» 3900. Насчет пропуска мы сейчас к этому делу вернемся. Я вам покажу, где эти 3900 лежат. И, в принципе, их получить очень легко. Дальше. События и квесты без ограничений. События и квесты мы тоже сейчас рассмотрим. Нам уже анонсировали много событий в июне. И, соответственно, там можно будет получать эти киткоины. Ну, об этом тоже позже расскажу. Дальше. Бонус за покупки в магазине. В магазине уже можно покупать некоторые товары с киткоинами. Но я пока не тороплюсь. Я жду пятницу. То есть, завтра я куплю себе подписку. Вот помните, вышла подписка относительно недавно? Она приносит 585 киткоинов. Я вам сейчас это покажу. Также я куплю себе боевой пропуск. Боевой пропуск приносит там 1300 киткоинов. То есть, достаточно много. Так, ребят. Еще раз возвращаюсь к боевому пропуску. Я сказал, что я его куплю. Ну, вот, в общем, я еще подумаю. Потому что кое-что в боевом пропуске все-таки изменилось. Там я дальше буду рассказывать про сезон 1 и про боевой пропуск. Но самое главное – это изменения в боевом пропуске, которые произошли в этом обновлении. Значит, смотрите. Особый боевой пропуск, начиная с этой недели, лицензия больше не продается. Теперь ее основные бонусы будут доступны вместе с особым пропуском. Именно поэтому с 1 июня особый пропуск станет дороже. В общем, особый пропуск – это самый обычный наш стандартный пропуск. Он стал стоить не 449 рублей, а теперь 649 рублей. То есть, понимаете, на 200 рублей дороже стал стоить боевой пропуск из-за того, что туда добавили эту лицензию. Видимо, лицензия настолько нафиг никому не нужна была, что ее просто тупо не покупали. Ну, то есть, какой смысл был покупать лицензию, если ты и так проходишь все равно все задачи, пускай и постепенно, каждую неделю, каждую задачу. Я вот смысла в этой лицензии не видел, тем более покупать ее за дополнительные деньги. А теперь получается, нам навязали эту лицензию, мы обязательно должны ее купить вместе с боевым пропуском. 649 рублей – это не окупает то золото, которое есть в боевом пропуске. 649 рублей не окупает те ресурсы, которые есть в боевом пропуске. Даже учитывая вот этот новый танчик, о котором я чуть позже расскажу, все равно смысла покупать лицензию теперь особо нет. Там даже премиум аккаунт срезали. Раньше было 10 дней премиум аккаунта, хоть, ну, как-то там можно было на это жить, да? То есть, покупаете лицензию и считаете, треть месяца вы можете кататься с премиум аккаунтом. А теперь-то осталось всего лишь 3 дня премиум аккаунта, 3. Не знаю, ребят, пишите, что вы думаете по поводу боевого пропуска, по-моему, это полная дичь. Я, честно говоря, негодую. Может быть, вы считаете наоборот, что это улучшение боевого пропуска и теперь стало выгоднее проходить боевые пропуска. Пишите, что вы думаете в комментарии. Вот реально, почитаю, отвечу. Лучше аргументировано. То есть, если вы поддерживаете данную фичу, не стесняйтесь, прям так и пишите. Мне будет интересно почитать, почему вы так думаете. Все, продолжаем. Ну и, в принципе, там еще есть некоторые предложения, которые тоже приносят какие-то киткоины. Сейчас мы тоже это все дело рассмотрим. Значит, недельные награды за клановые задачи. Максимально 320. Вот это мы уже посмотрим сейчас капитально. Вот смотрите, теперь у нас киткоины расположены вместе с клановыми задачами. То есть, вот вы наводите сюда и видно, что вы получаете по 32 киткоина за каждый уровень. Причем за каждый, без разницы, на каком уровне вы тут остановитесь. То есть, всего 10 задач, 320 киткоинов, соответственно, вы можете получить максимум. Лучше вступить в кланы, которые действительно выполняют боевые задачи. Сразу говорю, что на Ру-регионе у меня есть там фан-клан. Глава клана Миша, он же Котик. Вы можете пройти в Телегу, подписаться на Телегу и поговорить с ним насчет вступления в клан. Ну или просто найти этот клан. Называется Кодза. Ну, все есть в Телеге. В общем, если хотите вступить в более-менее адекватный клан. Мы еще там только на начальном этапе развития. Но, тем не менее, возможность вступить есть. Даже вроде есть какая-то дочерка. Они там что-то организовали. Вот, если желание есть, пожалуйста, милости прошу, вступайте. Процент побед вроде как еще не важен. Да, по-моему, еще не важен. Но главное сделать боевые задачи. Боевые задачи это однозначно важно. Рейтинговые бои в Серебряной Лиге и выше. То есть вам однозначно придется каждую неделю катать в рейтинге. Рейтинг это не самое приятное времяпрепровождение. Но, тем не менее, придется покатать. И рейтинговые бои начнутся через 4 дня. Поэтому придется вот, по крайней мере, на этой неделе поднатужиться. И, чтобы забрать эти киткоины, соответственно, за 3 дня откатать там эту норму в 500 киткоинов. Сколько киткоинов будут давать за каждый бой, пока неизвестно. Поэтому я тут не ручаюсь сказать, сколько у вас получится. Но я думаю, что их будет не очень сложно залутать. Не хотят же разработчики себе петлю нашу вверх, чтобы на них еще и за рейтинговые бои гон был. Дальше. Турниры. Вот это самая противоречивая тема. Турниры 500 киткоинов. Раз в неделю. Раз в неделю. Кстати, только что увидел, что тут есть недельный лимит. И получается, что рейтинговые бои в серебряной лиге и выше. То есть, вот эти 500 киткоинов на этой неделе вы не получите. Опа-на. Вот это прикольно, да? То есть, разработчики уже ввели рейтинговые бои. Но они начнутся через 4 дня. А тут как раз 4 дня ограничения. Замечательно. Прекрасно. Турниры. Есть множество турниров. Как раз сегодня будут быстрые турниры. Есть быстрые турниры 7 на 7. Там 3 на 3. 2 на 2. 1 на 1. Вот. Вы вступаете. И, соответственно, можете получить здесь киткоины. Вот если я нажму участвовать. Но мне нужно тут создать команду. А, ну тут еще нужно подождать время. До того, чтобы создать. Ну, самое главное, что в наградах есть 100 киткоинов. Личная награда 100 киткоинов. То есть, получается, что чуть-чуть поиграв в турниры, вы получаете эти киткоины. Но, если вы получаете за одну каточку, за один турнир 100 киткоинов, то получается, нужно отыграть 5 турниров за неделю. А это 500 киткоинов. Что-то слишком жирно. По-моему, слишком жирно. 5 турниров откатать за неделю, это совсем нелегко. Я не понимаю, зачем разработчики сделали вот эту тему, что нужно 5 турниров именно откатать за неделю. Могли бы сделать такую тему, что 1 турнир за неделю откатал и этого бы уже было достаточно. Но нет, нужно катать в неделю примерно 5 турниров. Это жестко, это очень жестко. Теперь касательно того, насколько жестко будет получить 78 тысяч киткоинов. То есть я напоминаю, что вот в самый конец, чтобы дойти, это 78 тысяч киткоинов. Значит я уже в телеге примерно подсчитал. И если вы будете выполнять вот это все на протяжении 14 недель, тут получается 14 недель, но на самом деле получается там 13 с половиной, что-то в этом духе. Не знаю, как разработчики будут считать, я считал на 14. 14 недель выполняете вот это все, не учитывая события и квесты, не учитывая бонус покупки в магазине. Потому что покупки в магазине это определенная каста и я не знал сколько там нужно будет считать. Не знал также сколько нужно будет считать на события и квесты. Вот, если вы выполняете вот это все, то вы получаете примерно 35-37 тысяч киткоинов. События и квеста я, кстати, уже учитывал за июнь, за июнь, там плюс-минус 5000 киткоинов получается. Но, тем не менее, значит, 35000 киткоинов, докуда нам хватает этого всего добра? Даже до фиксера, полноценного фиксера, нам не хватает. Но, в принципе, там немножко покупок, немножко других ивентов, и фиксер, получается, вы забираете. Плюс вы получаете регрессор, но без модулей. Чтобы получить регрессор с модулями, однозначно придется что-то там поддоначивать. Да, может быть, ивентами перекроется хоть какая-то часть этих модулей, но до конца вы его точно не вкачаете без доната. Однозначно придется что-то там поддонатить. Ну и давайте сразу тогда к донату. Что же можно там покупать? На ру-регионе сейчас, к сожалению, ничего нет с киткоинами, но на евро, слава богу, там все есть. Так что давайте просто зайдем на евро и посмотрим, что же у нас там по киткоинам. Значит, есть вот всякие разные предложения. Индивидуальные предложения, не смотрите, у меня они есть, у вас, скорее всего, их нет. Но в индивидуальных предложениях тоже есть киткоины по 195 штук за 99 рублей. Окей. Значит, если вы вот купите подписку, помните, я сказал, что я куплю подписку. 585 киткоинов вам капля. Дальше. Купите боевой пропуск, его еще здесь нету, но там 1380 киткоинов тоже вам капля. Также, если вы купите контейнеры на объект 777, то есть вот здесь вот есть контейнеры, пожалуйста. 4690 рублей, 9000 киткоинов. То есть получается примерно по 2 киткоина за каждый рубль. И, в принципе, от этого можно уже делать какие-то расчеты. 2 киткоина за каждый рубль. Хотя вот боевой пропуск, который стоит 449 рублей, он там дает 1360 киткоинов. То есть там это уже не вяжется, там чуть-чуть лучше получается. Есть предложение вот за деньги, 8490 рублей. Здесь вы получаете примерно по 2,3 киткоина за 1 рубль. То есть чуть-чуть получше по киткоинам. Но, что самое главное, купив 4 таких набора, вы проходите сезон 1 прямо сегодня. Прямо сейчас. 34 тысячи рублей и сезон 1 полностью закрыт. Вы уже катаете на регрессоре и спокойно нагибаете рандом. Удивляете людей тем, что вы уже все прошли. Но это, конечно, для совсем отчаянных. Однозначно не все так будут делать. Но я так понимаю, что богатые люди у нас существуют все-таки. И кто-нибудь докупит несколько раз этот набор золота. Первый раз он будет там двойной. Если вы еще его, конечно, не покупали. Ну а потом по 37500. Дорого. Абсолютно неэффективно. Абсолютно никому не рекомендую. Но можно. Если вы очень хотите пройти сезон 1 раньше, чем все остальные. Пожалуйста, для донатеров такая дорожка имеется. Про покупки поговорили. Давайте возвращаться к ивентам. Что же за ивент у нас выпустили в самом начале ретро топии. Он так и называется. Квест ретро топия. И здесь можно получить 780 киткоинов. Делать практически ничего не нужно. Просто сыграть 15 боев. Я думаю, что 15 боев за 4 дня сыграют все. И однозначно мы получим эти киткоины. Но я так понимаю, что вот эти киткоины, они просто перекрывают недостаток тех киткоинов, которые мы не получим. Вот здесь вот. За рейтинговые бои в серебряной лиге. Потому что в принципе рейтинговые бои покатать намного проще, чем турниры. И получается, что если бы у нас была возможность получить вот эти 500 киткоинов, мы бы их получили. А так, увы и ах. Видите, разработчики типа дали конфетку в виде вот этого ивента. Но по факту, ха-ха, сняли у нас 500 киткоинов, которые мы в любом случае не можем получить. Замечательно, замечательно. Ну и давайте к боевому пропуску. Что же там по боевому пропуску? Ролик, наверное, получится длинноватый. Но тем не менее, хотелось рассказать обо всем. Значит, по боевому пропуску, сейчас быстренько пробежимся, уж не буду сильно останавливаться, сильно заострять внимание на всех нюансах. Значит, киткоины. Вот здесь вот 1300, здесь 1300 и здесь 1300. Вот они, 3900 киткоинов. То есть, в платной дорожке в 2 раза больше киткоинов, 2600, в бесплатной 1300. Все. Это все, что вам нужно знать по поводу киткоинов в боевом пропуске. Больше они ничего не меняли. Просто взяли, добавили сюда эти киткоины. Касательно танка Ковенантер. Однозначно восстанавливайте танк. Тогда вы получите компенсацию за танк 500 золота. А если, допустим, у вас танка нет, тогда компенсация за танк будет составлять 100 золота. Поэтому, если он когда-нибудь у вас был, озаботьтесь тем, чтобы он стоял у вас в ангаре. Давайте посмотрим на то, что у нас есть в контейнере операции. В контейнере операции все стандартно. Положили танки, как обычно. Прогу. Игл 7. Там еще лорку положили, да. Ну и все, больше ничего интересного. Самое лучшее это, если вы, конечно, получите АЕ Фейс 1. Но это сделать очень сложно, поэтому не надейтесь. Быстренько пройдем по камуфляжам. Полиметаллическое покрытие. Вот так вот выглядит камуфляж. Ну, в принципе, вроде как ничего. Модифицированный образец. Очень напоминает полиметаллическое покрытие. Ну, похуже, мне кажется. Полиметаллическое покрытие мне как-то больше понравилось. Гальваническое свечение. Вот так вот выглядит у нас, следовательно, гальваническое свечение камуфляж. Нормально. Сойдет. Ну и последний камуфляж Это космический витраж Следовательно выглядит он вот так Вот. Ну тоже Сойдет. Вполне себе. Вполне себе Кстати не рассказал еще одной Фичи. Которая есть у нас в ангаре Ангар видите изменился. То есть за ангаром У нас тут город. Банк Железнодорожная станция. Магазин Прикольно да. Прикольно Регрессор какого-то черта стоит у нас тут В ангаре. Машинка наша Если у кого-то есть. И в общем Здесь есть вот такой вот аппарат Здесь можно музычку включить. Я включу ненадолго Не хочу чтобы мой ролик заблокировали Но послушать вы сможете Итак слушаем Вот так вот. То есть вы можете сами включать Сами выключать музычку в ангаре. Если Есть желание включайте музычку будете слушать Ключок как всегда открывается Тут все по стандарту Дальше возвращаемся к боевому пропуску. Что еще У нас в боевом пропуске. Давайте Перейдем к танчику. Потому что больше в принципе Ничего не извинилось. Танчик выглядит Вот так вот. Называется Айоникс. Ну выглядит Он конечно прикольно. Такое свечение Карбоновое. Круто Как будто наполированная Железка Если поставить легендарный Камуфляж он будет выглядеть в стиле ретро Тропи. То есть вот так вот Немножко золотого. Немножко серебряного Ну по большому счету круто Я считаю что внешне он прям выглядит Отлично. Лазер мне очень нравится Вот эти турбины сзади Касательно самого танка И его эффективности. Давайте разбираться Я уже подготовил сравнительную табличку Как вы понимаете Айоникс очень похож на Шкоду Т25 и естественно на Спарк Почему-то у Спарка название отвалилось. Я не знаю Почему. И он во всем Хуже чем Шкода и хуже чем Спарк. Я не знаю зачем разработчики Его добавили. Но как вы понимаете Ну ладно не во всем. Есть у него некоторые нюансы Которые позволяют ему быть чуть-чуть лучше Но это настолько мелочно То есть с этими бонусами Ему не тягаться. Ни со Спарком Ни даже со Шкодой Т25. Прокачиваемой Шкодой Т25. По большому счету Прокачиваемая Шкода получилась даже лучше Значит у него ДПМ ниже Дальше у него перезарядка Дольше. Но в принципе за счет перезарядки И получается ДПМ ниже. КД между Снарядами полторы секунды. В то время как у Спарка Это одна секунда. Вот это самое главное То есть быстро раздавать барабан Как на Спарке у вас не получится Сведение и разброс Примерно такие же как у Спарка Но чуть лучше у него там сведение Но по большому счету По моему это играть роли не будет Ну стабилизация еще чуть получше Но тоже мне кажется это роли играть не будет Благо 10 градусов УВН у него оставили Хотя бы что-то По скорости. Максималку почему-то срезали На 3 км в час. Я не знаю зачем ее срезали Бред какой-то. Удельная мощность Примерно такая же как у обычной Шкоды Чуть-чуть даже хуже чем у обычной Шкоды То есть получается что он Медленнее обычной Шкоды Разряжается так же как обычная Шкода ДПМ хуже чем у обычной Шкоды Ну согласитесь Обычная Шкода выглядит как-то поинтересней На фоне этого Айоникса Он только внешне более-менее красив А в остальном он какая-то какашка И по большому счету Если вы не планировали боевый пропуск покупать То смысла в нем нет Может быть у кого-то Спарка нет Когда выходил Спарк я сказал сразу Что это будет просто имбовая машинка Что это будет суперская машинка И так оно и есть Сейчас когда вышел Айоникс Я говорю сразу что это не будет имбовой машинкой И это будет просто хламная какая-то тачка Ну вернее как не хламная Она все равно с барабаном Она все равно более-менее подвижная Там более-менее точности ей что-то там накрутили То есть играть на ней можно будет Но учитывая что на той же Шкоде Т25 Ты более эффективен То зачем платить больше В общем решайте нужен ли вам этот Айоникс По мне так точно не нужен Фон профиля Фон профиля Давайте еще покажу Фон профиля будет выглядеть вот так вот Как будто мы выезжаем из дирижабля Ну я думаю вы всю эту картинку уже давным-давно видели Вот и все По боевому пропуску все рассказал Кстати задачи боевого пропуска не изменились То есть задачи боевого пропуска остаются теми же самыми Касательно стоимости других каких-то предложений на киткоины Ничего сказать не могу То есть если я увижу что киткоины продаются как-то супер дешево Я естественно об этом дам знать где-нибудь у себя в телеграме Подписывайтесь на телегу для того чтобы все это узнавать одними из первых Самое время подписаться на канал для того чтобы узнавать все интересности Ну и спасибо что досмотрели этот ролик до самого конца Всем пока Помучаемся мы еще с этим сезоном 1 Помучаемся